Всем привет друзья, с вами канал Alex Pro, игра Kingdom Wars и в этом выпуске мы будем выбивать героев из акции дополнительный чар, период действия акции с 3 по 5 июня. В акции 3 персонажа, мископье, земная фея и драконий шторм легендарный герой, но собственно легендарного героя драконий шторм мы будем выбивать в первую очередь. Поехали, будем выбивать за счет специального, как вы видите сейчас может еще не синхронизировано, может какие то там ошибки у них, в общем 100% шанса на выпадение пока еще нет, то есть необходимо будет наверное подождать обновы и затем он появится. То есть такое довольно часто бывает, что в первый день акции 100% на легенду отсутствует шанс, но мне пока в принципе он особо и не нужен, мы все равно будем за счет специального выбивать. Поехали. Так, воин королевства. Напоминаю схему, кто не в курсе еще, выбивание происходит за счет сохраненочки, то есть мы сохраняемся сначала, а затем проводим выбивание. Вот так вот пять разочков сделали, заходим загрузочку делаем, загрузить и заново старт и пять раз совершаем покупочку. Это дает нам возможность сэкономить минимум половину кристаллов, а именно 2000 на 5 попытках и выбить того самого легендарного героя. Так, давайте посмотрим, что же это за персонаж такой. Так, и остался у нас еще по-моему один специальный на этой пачке. Воин королевства, понятно. Так, заходим в апгрейд. Так, призванные. И где-то здесь должен быть на редких легенды. Вот редкий, так, мископье. 200 еды требует. Так, пауэр 424. Ну, довольно-таки слабовато. То есть бьет по одному, но против сильных у него идет дополнительный урон. Так, прокачаем немножечко. Все, до 10 уровня качнули. Вот так вот он выглядит. Но я думаю, проводить обзор не стоит, потому как, понятно, обычный копейщик. У нас таких полным-полно. Вот в камень зайдем. Самый простой способ. Вот капитан-копьеносец. То же самое, только здесь 180 еды требует. То есть чуть-чуть хуже. Но здесь-то у нас уже прокачан, да, до 30 уровня. Все, он в любом случае будет круче. Два с половиной раза где-то. Так, но мы легенду так и не выбили, поэтому продолжаем действовать по схеме. Загрузочка. И выбиваем легенду. Вообще у меня цель, конечно, собрать всех легендарных персонажей. Как можно больше редких. Но это уже по возможности. Как там получится. Но легендарных желательно собрать всех. Так, драконий шторм. Легенда. Да, довольно-таки отлично. Выглядит прям потрясающе. Длинные-длинные большие крылья. Огромнейшее копье золотое. Получен новый персонаж. Так, зайдем в апгрейд и посмотрим, что же у нас там получилось. Так, это легендарочки. Они у нас будут призваны. И где-то вот здесь вот. Сейчас так. Юби-820, который имеет предназначение запереть темного лорда. Атака в диапазоне. Похоже на фею. Скорее всего, будет бить как фея. Ну, проведем усиление. Отлично. И стала большая. Такая вот наша. Фея с крыльями. Давайте проведем бой. Посмотрим, как она себя покажет. Ну, к примеру, даже в третьем раунде. Третья зона. И выпускаем. 820. Довольно-таки дешево. Так. 14000. Урон, в принципе, быстрый. Не посмотрели параметры, да? То есть, количество хп, что там у нее как. Давайте поможем. Поможем нашей фее. Это уже замораживает ее. Кстати, как вы видите, здесь лучники. Они в первую очередь бьют по летающим целям. То есть, это основная их цель. Летающие объекты. Поэтому в ближний бой они не бьют. Так. Ну, посмотрим сейчас параметры. Так, в целом, как бы нормально. Скорость движения слабовата. Ну, урон таки нормальный. Так. Смотрим, что у нее получилось с параметрами. Драконий шторм. Легенда 820 еды. Урон 14000. Жизни 35000. Ну, как бы очень-очень слабо. Ну, с суперлегендами, понятно, не сравнивается. Давайте посмотрим кого-нибудь из голема, допустим. Возьмем, во-первых, нашу фею, которая была здесь. Так, ледяная фея. 580. Да, не то. Так. Ну, дракон, понятно, даже в 30 уровне круче будет, чем та фея. Сам же голем 60 тысяч бьет. Здесь у нас 14. Да, даже дракон будет покруче, чем легендарный герой. Но, правда, здесь, да, 820 еды. Поэтому, то есть, чем меньше еды требует персонаж, тем он как бы слабее. То есть, его параметры заложены слабее. И дальше уже идет коэффициент. То есть, суперлегендарные уже будут покруче, понятно. Ну, и чем дороже они будут стоить, тем будет лучше. Так. Так что, в принципе, можно использовать этого персонажа в начальных этапах игры. Но не сильно увлекаться. Потому, как даже голем или дракон будут гораздо лучше, чем легендарный на 10 уровне. Ну, что ж, друзья, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok